Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но Когда вышла пластинка Народ начал вчитываться Вдумываться И тут появились детали Которые создателем этого снимка Были даже и невдомер Во-первых Пол Маккартни шагает не в ногу Единственный из четырех Во-вторых Он босиком А по символическим знакам Какой-то калабрийской мафии Это значит, что он мертв Далее Машина, которая стоит У нее номер 281F По-английски это можно прочитать Как 28IF То есть Может быть Если 28 Маккартни был 27 лет И поклонники решили Что в 27 лет он закончил свое существование И что Было бы ему 28 лет Если бы он остался жив И пошли тогда слухи По всему свету Что Маккартни мертв И что на фотографии И его двойник Которого отыскали Ловкие продюсеры Вот все это начиналось здесь 25 лет назад На этом самом переходе Я считаю, что мы просто обязаны Сейчас вместе с тобой Совершить символический Где-то даже мистический переход Через эту улицу Вот по этим самым полоскам Пойдем Снимаю ботинки Хорошо Я в последнее время Все чаще с грустью думаю о том Что в общем в жизни Все происходит Но чаще всего происходит Слишком поздно Я думаю, что если бы мне лет 15 назад Высадили вот на эти ступеньки То могло бы быть плохо с сердцем В принципе Наши маленькие... Мы ставим у здания, которые можно Назвать смольным бетломанией То есть это те здания, где все начиналось Колыбель, так сказать, бетловской революции Сзади нас художественное училище Где учился Джон Леннон И наверху в классах Производились первые репетиции А рядом с нами Ливерпульский институт Это школа для мальчиков Где учились Пол Маккартни и Джордж Харрисон И вот где-то здесь, где мы стоим Возможно, и произошли первые исторические встречи И рукопожатия Здесь ковался В будущем всемирно известный коллектив Прикоснуться к великому духу И поиграть в Битлз Съехались музыканты и группы Со всего мира Честно говоря Для меня было даже непривычно Видеть такое количество людей Желающих походить на Битлз внешне И звучать как Битлз В этом было что-то Что-то религиозное Что-то мистическое Вот, например Мы с вами в Ливерпуле В магазине электрическом Рамбелоск Где продают, как вы видите, стиральные машины Телефоны и прочее Но в магазине хранится Вот эта памятная плата И здесь говорится Что в 59-м году Это самое помещение Брайан Эпштейн Перестроил И здесь был открыт Его пластиночный магазин Именно здесь В октябре 61-го Он услышал о Битлз А в подвале Где была его контора Несколько недель спустя Он убедил их И стал их менеджером А сидел он вот тут над нами Да Нам любезно открыли потолок Потому что потолок этот навесной И таким образом Как в каждом хорошем английском здании Есть какое-то скрытое помещение Есть какой-то, как говорят здесь Скелет в шкафу И вот скелет в шкафу В этом магазине Это помещение Где Брайан Эпштейн Сидел И названивал по телефону А на стенах у него висели Конверты, пластинок Только что выпущенных Или готовившихся Он и там так повисел У меня было ощущение Что мы вскрыли гробницу Тутанхамона Вот это кабинет Брайана Эпштейна И с тех пор До нас Никто сюда не заглядывал Именно из этого помещения Из этого магазина В июне 62-го года Брайан и его брат Клайв Организовали и создали Вот это предприятие NEMS В которую потом входили Кроме Битлз Джерри и Пейсмейкер Билли Джей Крэмер И на Дакотас The Big Three The Foremost Томми Квикли Доремо Фо И Сила Бляк То есть все известные Ливерпульские артисты Фактически Вышли Из народа Вот из этого самого места Ливерпульские артисты Ливерпульские артисты